Добрый день, мои друзья! Хочу еще предложить один вариант моделирования из нашей ретро-рубрики. Вот из такой книги на странице 211 у нас есть вот такое вот платьице. Вот такое платьице. По мотивам этого платья я предлагаю вам вот такой вот фасон. То есть это будут рельефы спереди, которые будут переходить в кокетку под грудью. В рельефы будут прятаться выточки, а в сборку будут переходить на грудная выточка. Спущенное плечо у нас небольшое будет, маленькие объемы, посмотрите какие прибавки я взяла. Очень аккуратные платьицы это будет у нас по фигуре. По талии прямо 1-2 см можно оставить с замочком в среднем шве. И платье будет динамичным, расклешенным к низу. Воротничок может быть у вас любой. Может быть приточной воротничок, может быть цельнокраенная стойка, может быть цельнокраен английский воротник, может быть английский воротник наоборот, то есть на базе цельнокраенной стойки мы с вами тоже такое проходили, мы делаем какие-то воротнички. Будет средний шов по спинке, будет средний шов по полочке, куда будет забираться часть талиевой выточки, с помощью которых будут выполняться вот такие вот расклешения. Итак, приступаем. Итак, это наше техническое задание. Прибавка по груди 3-4, по талии 1-2, по бедрам 1-2. Вот такие небольшие прибавочки. И я уже рассказала немножечко о техническом эскизе, о техническом эскизе, и мы начинаем строить. Чтобы немножечко сберечь ваше время, я пользуюсь вот такими вот базовыми выкройками. Они у меня есть. Надо сказать, что эта базовая выкройка должна строиться как для изделия без рукавов, потому что мы не хотим рукавчиков, значит мы вот эту пройму будем рисовать немножко повыше от талии. Это мы с вами тоже говорили. И не будем оформлять, вот эту часть делаем прямой. И прибавка по груди у нас тоже не очень большая. Мы сделали. Дальше полочка такая, какая она есть у нас остается. На спинке я сразу вот эту выточку перевела в горловину спинки. Смотрите, вот так сделала, прижала, повернула и нарисовала вот здесь. И у меня открылась вот эта выточка. Все, начинаем работать. Давайте сначала поработаем все-таки с полочкой. Вот такая у нас базовая конструкция. Но давайте будем строить здесь цельнокрайонный воротничок, стойку. Можно сделать цельнокрайонный воротничок, стойку, или отдельно потом приточной воротничок. Первое, что нужно сделать в соответствии с нашим эскизом, это нужно найти линию так называемого подреза. Самую главную нашу фасонную линию. То есть вот эту линию надо определить, где она будет. Надо посмотреть, где у нас живет грудь. Вот у нас центр груди. Значит, грудка у нас будет жить где-то примерно вот здесь. Вот такое яблочко, кружочек вот такой прямо себе рисуйте. И надо, чтобы вот эта сборочка, в которую будет переходить нагрудная выточка, она оказалась все-таки не на груди, а под грудью. То есть у меня примерно вот этот участок. Значит, я могу ее наметить вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну а теперь, где же нам сделать вот эту фасонную рельефную линию? Так как у нас впереди появляется шов, боковой шов, то эта линия у меня должна быть где-то по серединке, между центральным швом и боковым швом, чтобы у меня опять же был ритм. То есть вот я посмотрела сюда, посмотрела сюда, выбрала примерно серединку. И вот эта линия у меня место для моего шва. Таким образом, судя по рисуночку, я должна нарисовать следующую картинку. Скажем, вот так. И дальше нарисовать вот эту мою рельефную линию. Ну, давайте пока ее вот такой вот пряменькой нарисуем, потому что это те фасонные линии, которые нам понадобились. Дальше нам нужно избавиться вот от этой выточки. Мы восстановим вот сюда перпендикуляр, по нему разрежем, эту выточку закроем, и здесь откроется у нас драпировочка. Потом, вот эту выточку надо тоже сдвинуть влево, чтобы ее не было. Как мы это делаем? Вот так вот это делаем. Это же у нас линия рельефа. Давайте мы вот так сделаем. Значит, я сейчас хочу вот этот раствор выточки распределить на две части. Вот сюда и вот сюда забрать. Да, мне надо еще сантиметрик вот сюда убрать, потому что средняя линия у нас будет оформляться с вами тоже не прямой линией, а часть вот этой выточки уйдет вот сюда. Допустим, было у вас 3 сантиметра, значит, 1 сантиметр вперед, 2 сантиметра здесь осталось, по сантиметру влево и вправо. Вниз мы ее сводим вот к этой точке. Так, и вот так. А вверх мы ее сводим, конечно же, туда, куда она у нас была. Вот так и вот так. Ну вот, собственно говоря, фасонные линии мы с вами нанесли и можем уже оформлять то, что нам надо. Средний шов по спинке, по полочке пойдет у нас вот так. Затем пойдет у нас к бедрам. Обязательно, чтобы бедра не менялись. И дальше мы его можем сделать, как он идет, а можем добавить даже небольшое раскрешение. Давайте я сделаю его таким, как он идет. Я все люблю решать на полутонах, так сказать. Вот такое раскрешение я ему сделала. Вот так. Значит, поддержать надо это расширение сбоку. Вернее, вот в этом рельефе. Сначала давайте вот этот рельеф сделаем. Вот. И центральная часть у нас нарисовалась. Давайте мы ее уже аккуратненько вырежем. Вот так. Затем вот так. Вот так. И вот так. Вот у нас получилась серединка. Боковая часть. Боковая часть. Давайте возьмем красненький карандашик. Будет тоже с раскрешением оформляться. Вот так. Вот так. Давайте выберем сбоку достаточно большое раскрешение. Ну, сколько здесь? Ну, давайте возьмем сантиметров. Ну, небольшое. Давайте 6 возьмем сантиметров. Вот здесь у меня 6 сантиметров. Так. И это у нас вещь будет вот такая идти. Покасательные бедрышка. То есть вот у меня получилось что-то вот такое. Тот вопрос, конечно, интересный. До сих пор у нас она пойдет вот так вот. Здесь прячется выточка. А сейчас поработаем с этой верхней частью. Для этого я возьму кальку и с помощью кальки переведу вот эту выточку вот сюда. Вот так вот. Так. Было у нас вот так. Кальку я перевела. Теперь я закрываю вот эту выточку. Верхнюю. Верхнюю я закрыла. И у меня получилась вот такая картинка. Сейчас я ее нарисую. По линеечке. По линеечке. вытачка открылась вниз вот сюда она открылась и плюс кусочек вот этой вот остаточной вытачки плюс кусочек вот этой остаточной вытачки от талиевой вытачки мы сюда тоже продлим и собственно говоря боковая часть у нас почти готова верхняя часть у нас готова можете если хотите чтобы здесь драпировки было побольше значит прямо вот так по этой линии можно сделать дополнительно лучевую раздвижку продлеваем вот так вот эту вытачку до конца так разрезаем по ней ножничками и немножко еще раскрываем а вот это у нас горловина вот это у нас горловина безо всякого выреза ну я обещала вам достроить вот это до цель накраю на и стойки вот до такой стоечки до цель на краю на и достойлю сейчас мы это сделаем с вами для того чтобы но прежде чем приступить нет да давайте за того чтобы это сделать нужно вот в этой точке построить прямой угол мы обычно строим прямой угол и длина этого перпендикуляра равна длине горловины спинки обычно 9 сантиметров и дальше ширина стойки откладывается а чтобы эта стойка лучше прибегала прилегала к нашей шее я делаю не прямой угол а делаю уголочек немножечко больше прямого вы посмотрите как градусов может быть на 10 вот так вот я отодвинулась и только потом три сантиметра допустим высота стойки затем вот эта задняя часть стойки вот она у нас получилось и дальше мы выбираем точку и куда-то вот так вот мы приходим произвольно к этой горловинке так красным цветом я должна ее нарисовать смотрите так 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 ну и я еще не добавила удлинение плеча для того чтобы сделать удлиненное плечо и вот здесь поднимаюсь на полтора сантиметра чтобы была свобода делаем вот так затем я немножко спускаюсь насколько хочу давайте возьмем сантиметрика 4 так и потом я спокойно вот здесь вот прямой угол выдерживаем обязательно перехожу к той пройме которая у нас была и наша полочка выглядит следующим образом так 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 и вот так и вот здесь у нас идет присборочка она маленькая будет потому что это вы . маленького как грудь хорошая она побольше будет повторяю еще раз можно добавить будет вот этот вот вот этот вот параллельную лучевую раздвижку вот этот разрезик если полочку разрезать немножко еще туда отвести тоже будет очень хорошо вот так выглядит наша полочка ну а как выглядит наша спинка посмотрите раскрешение тут небольшое значит на спинке мы эту вытачку тоже распределяем так кусочек даем среднем шве дальше вот так чтобы поддержать раскрешение полочки я сзади отвожу немножко побольше горловинка остается неизменной как мы нарисовали точно так же мы поднимаемся на полтора сантиметра соединяем конечную точку плеча и удлиняем наше плечико на сантиметре к 4 как и вот в этом случае и стараемся вот здесь выдержать прямой угол здесь выдержать прямой угол и у меня получается вот такая вот пройма сзади и здесь тоже добавляем хорошее такое раскрешение чтобы был у нас так сказать ритм ну а вытачку саму немножко при этом сдвигаем сторону делая ее капельку поменьше я условно нарисую так вот ну все дорогие друзья мы с вами построили еще одно интересное решение опять же вот посмотрите если вы хотите сделать стоечку а вот здесь сделать вот такой вот вырез воротничок будет выглядеть уже вот так вот так вот так и вот так можно это вот так вот оформить как вам интересно то есть тоже будет интересное такое решение можно сделать английский воротник давайте я покажу здесь допустим английский воротник вот у нас была база измеряете вот эту базу спинку плюс вот это измеряете длину горловинки чтоб получился английский воротник нам нужно горловину немножечко здесь спрямить так спрямили вот эту горловинку вот сюда можно продолжить и нарисовать лацкан вот такой вот небольшой лацкан себе рисуйте добавили а теперь вот от этой точки вот сюда откладывайте уголочек дальше продолжайте вот эту линию на длину горловины спинки там скажем 9 сантиметров ширина воротничка вот сюда сантиметров 6 откладывается и рисуете отлет воротника вот и все вот это будет у вас английский воротничок так что дерзайте пробуйте экспериментируйте и будет вам счастье всем добра либо это это не это Продолжение следует...